всех приветствую с вами я ваш веган христолюб сегодня поговорим о о мехе можно ли его носить вегану или нет об искусственном мехе поговорим конечно по поводу вообще индустрии этой всей меховой индустрии производства видео никакие вы знаете в ролик в принципе вставлять нельзя ролик просто заблокирует из там авторские права или еще что-то картинки ты с трудом youtube иногда пропускает иногда у меня тоже некоторые ролики так скажем там ограничиваются в просмотрах и так далее но уж без этого никуда да в принципе не веганство это все страдания насилия убийства знаете по поводу меха да я смотреть просто я кстати даже в свои ролики даже вставить бы это не мог я не раз говорил что я такими вещами я даже хоть сам делюсь и в социальных сетях везде этим видео но я их смотреть даже не могу я просто вот клику и перепели себя тоже перерепущиваю но смотреть такой а если еще со звуком да как там все я вообще не могу картинки вот когда хотя бы нету движения нету звука я еще как-то терпимо мне это да на большее я просто не вывожу по поводу мех одна из самых ужаснейших тем вообще это это жуткая индустрия это жуткая вообще мировоззрение общества начну с себя да сам я 10 больше 10 лет как веган но до этого был такой же как и все это же самое мечтала дубленки и я ее приобрел и даже не не одну можно сказать да и шапка у меня было и из енота с хвостом и дубленка смехом из шакала все хорошо было да вот знаете когда я от этого избавлялся жалел только об одном о своей дурости ну как говорят вы знаете что веганы жалеет только об одном да и вообще любой святой человек я как христианин проповедую не только любовь к животным но любовь ко всему божьему творению и к природе и к растениям и к людям и к ангелам и к бесам ко всем на свете и к богу в том числе да как личности и вот конечно жалеешь только об одном что ты не был раньше что тебя родители не вырастили в уме в нормальном до веганском я своим родителям прямо предъявил эту претензию что мы показываем мультики спокойной ночи со степашей хрюшей этих степашей хрюш каждый день нам же родители подают на тарелочке тоже самое вот тоже самое жена шубе мы все на этом растем да там мужчина должен сделать три вещи до построить дом вырастить сына чего не посадить дерево жене шубу купить это все ужасно это настолько ужасно что когда ты потом из этого ада из этой тьмы выбираешься ты просто сам на себя смотришь и ужасаешься на себя на окружающих это вообще вот и по поводу индустрии казалось бы тоже уже до меня все сказано да ну несмотря на это тоже не называть что каждый человек уникален если у вас есть дары и таланты светите миру как только можете проповедуйте своей уникальностью а вы уже не уникально только потому что вы есть вот делайте это как как угодно можете я поэтому тоже естественно проповедую казалось бы жую иногда одни и те же вещи которых интернете полно но я сегодня кое-что тоже скажу во первых руку и какое мнение которое нигде не слышал ну и в принципе отсылки адам игры я бы не писал ролик если бы не вот что-то хотел свое привнести хотя бы даже когда вы просто что-то одно и то же даже что-то пересказывать вы все равно уже делаете уникальный контент поэтому светите проповедуйте говорить как угодно благовествуйте какие слова вам нравится такие к себе применяйте и творите добро и делайте мир лучше и прежде всего изменив себя по поводу меха то есть я уже себя начал продолжу до что был я таким же как все был этим зазомбирован вот поэтому когда тоже были потрачены большие деньги купленные на вот это вот все когда естественно познал истину одна из сторон которых ну и что это свобода бессмертия любовь и когда я понял что вот это все не любовь не тоже не любовь с какими ужасами все это связано вот и сам с того времени я не носил ту одежду которая у меня была все эти дубленки я просто перестал все это одевать но кстати избавился я буквально только недавно год или два уже получается прошло как я от этих вещей избавился да вот и просто висели в шкафу и не просто жалко не жалко перхи игру ну там не свой путь жизни кто знает я там уходил в себя вот все там вещи у родители были я вот именно их не трогал вот но потом я думал уже вот через года чё с ними делать вот но общем короче время пришло потом и да все это решить этот вопрос конечно же с того времени как я стал веганом пришлось поменять и внешний вид как христианин как веган вот приходится менять свой гардероб но что делать да вот пересматривать эти в частности все вопросы по поводу меха то есть всех вот этих ужасов производства я говорить не буду я могу только сделать отсылки пожалуйста сейчас в интернете все есть уже просто забейте в интернете загуглите что-то слово какое-то забейте прям здесь не особо не уместно да загуглите меховой индустрии это просто жуть нормальный человек отсмотреть не может несмотря на то что там люди ненормальные даже умудряются работать я вообще не знаю что должно человеком двигать и в каком состоянии надо находиться чтобы таким вещами заниматься вот поэтому это я вам не буду делать нормальный человек посмотрев один раз такое видео и вы должны посмотреть если вы еще не не веган если вы еще носите меховые какие-то все эти кожаные одежды все что из животных прям реально из животных получено да то если вы ищете правду если вы стремитесь к какому-то познанию истины вы обязательно должны один раз посмотреть есть есть серия минутных роликов там меховая индустрия животного отчества прям по-моему я кто веганы все это знают и я все тоже не запоминаю все название по 60 секунд они как тоже такие достаточно этого посмотреть если у тебя если у человека сердце распахано открыто для истины до которой алчат и жаждет правды ему минуты вот так хватит что взболевать дальше чем он видит и навсегда изменить свою жизнь встать на сторону света добра и любви вы знаете что все вопросы жизни рассматривают через призму истины природы бытия это бессмертие свобода и любовь по поводу бессмертия это не хочет сказать религиозникам которые там вечно себе где-то ищут отмазы тоже в писаниях или в реальной жизни в прошлой в окружающих что вот а раньше жили а вот там то можно найти где одевались в это религиозный христианин может сказать что иоанн креститель носила одежду из верблюжьего волоса и кожный пояс был на чреслах его на по этой теме я уже видео записал если не забуду добавлю сюда в подсказку напишите мне на какой минуте я говорю я дам ссылку прямой если интересно но вот как раз я там тоже об этом говорил поэтому религиозник если интересно посмотреть этот ролик я там все даю свои ответы на эти все вопросы и комментарии этого всем этим событием поэтому по поводу бессмертия и бред не этих религиозников что якобы я здесь могу быть плохой а потом попаду в рай бог же милостивый да и простит меня и там все животные будут меня любить я всех буду любить нет человек меняется здесь на этой земле попадаешь ты туда чего-то достоин если ты в этой жизни не проявил свою любовь к животным ты будешь в аду где-нибудь ни одной живой души потому что ты ты сам построил этот ад этот ад как иисус сказал царство божие внутри вас есть ну соответственно по аналогии иисус хоть и не не сказал прям ну до нас не дошло по крайней мере что и от точно так же внутри нас вот если вы вот во всем этом участвуете да то этот ад внутри вас сейчас по духу который будет ждать вас по плоти после при очередной временной жизни да там вы окажетесь там чего вы достойны вот поэтому рассмотреть любой вопрос очень легко такое возможно вечной жизни такое было возможно в раю все вот это вот давайте следующую иллюстрацию я тут немножко картинок поднабрал такое возможно вытворять вообще где-либо или я здесь типа могу вытворять а там якобы меня животное будет любить нет конечно по поводу свободы то есть беспертием разобрались любой вопрос рассмотрите такое было от начала в раю и и будет ли такое в небесном царстве нет значит здесь я что должен явить свою святость свою любовь свою доброту свою сущность бога который есть в любви вы посмотрите как этих животных и же даже не не там не отлавливают в дикой природе как там может быть в древние времена до охотились то сейчас же все это разводит это прям огромный как всегда производства где куча этих клеток и животные вот от таких маленьких младенчиков которые появляются на божий свет их просто держат вот в таких вот клетках неважно кто это там песцы и лисы кролики зайчики да это вот они живут всю жизнь вот в такой вот клетке вы хотите жить в клетке принцип свободы все уже достаточно ты нарушаешь свободу живого существа ты сам к себе как по закону жизни о котором говорил иисус и все великие мудрецы всех времен и народов и всех все 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 человеческие сверх жизнедеятельности что к себе такую хочешь применить поступать другим так как ты хочешь что поступали с тобой не делай никому ничего что делают что не хочешь чтобы делали тебе вы проживете всю жизнь в клетке ваши дети ваших детей бы запихнули в такую коробочку а потом бы содрали шкуру по поводу всех этих шмоток всех этих шкур там кожи все это же сдирается с живьем с животного это вообще удивительно это человек доходит до такого там рад что-то сохранности там потом как-то все это выделывают это все отвратительно вообще это настолько нечеловечно почему я очень часто говорю что трупажоры это человек образные существа это даже не люди все не веганы это человек образные они еще не вошли в состоянии человека который был создан в раю они не то что святые богоподобные боги и дети всевышнего всем а как иисус говорил кто будет в небесном царстве это люди даже в рай еще не вернулись состояние человека где не надо было не не нельзя было творить хотя бы зла уж не гря там делать какое добро производство вот этого всего вот всех этих вещей но соответственно делаются из шкур там это все просто просто ужасно настолько ужасно что словами это выразить я ведь над просто все глазами посмотреть вот я хоть об этом и говорю поэтому если у вас что-то все такое есть все надо избавляться ни в коем случае ничего этого не покупать вся вот это вот кожа там вся это все это отвратительно все это делается из убитых животных которых пытали мучили убивали вот все это очень ужасно поэтому цена меха так называемого да это все знаете действительно мир гордится смотришь все эти показы там или фотографии людей где-то там сейчас да я и сам эти фотки выставлял где я прям в красивый дубленки в красивой шапке а сейчас мне блевать хочется от самого себя естественно когда я вижу на ком-то да если у тебя раньше работала психология у нее есть деньги она богатая или он там да то сейчас у меня одно я вижу них кажется что она или он просто идет бессердечные вот и все и мне омерзительно я это вижу я это вижу точно так же реально как вот на всех и вот как на этой картинке пожалуйста я сразу понимаю как что что на ней вообще и как это получено вот и мне тоже там какие-то чувства восхищения что она там богатая да и такая вроде красивая хотя она может быть или он красивый да но и это ее сразу уродует потому что я понимаю что в человеке но я вижу сразу вот это вот все да так что здесь я думаю все понятно и по поводу причина только одна это любовь вообще животные они бесподобны посмотрите на всех насколько мы их любим кошечек собачек все это эти куницы там лисички какие прекрасные хоречки да какая может быть причина стать веганом только любовь любовь к прекрасному любовь красоте любовь красоты и сама это просто любовь дарение кому-то радости животное дарит на нам радость ласкаясь обнастерясь мы гладим они кайфуют мы кайфуем бог так все придумал что мы одновременно кайфуем от любви я даже картинку не стал где там прям сдирают эти шкуры но это лучше видео посмотрите это отвратительно это ужасно это просто просто ни в какие рамки не влазит вот я даже не знаю что об этом особо говорить и разжевывать достаточно посмотреть любое видео отсылку к любому видео где все вот это вот вытворяется и по поводу хочу вопрос такой затронуть по поводу искусственного меха ну соответственно искусственной кожи или еще чет но с кожей попроще кожи искусственно так называем дермантин в россии называется сейчас появилось новое название эко там кожа вот тут тоже надо только разобраться вопросах мы вот там с машуне как-то тоже разговаривали у них допустим в финляндии эко кожа подразумевается что это натуральная кожа но типа с животных которые якобы тоже узнаете как и про молоко и про все это все это когда оправдывают животноводство якобы там ну кто помнит мы все эти вопросы разбирали не веган потому что якобы это там и животные которых гуманно как-то там получили эту кожу там даже не рассказывается как гуманно это сделать невозможно как гуманно забить как и корова на свободном выпасть и вся вот это вот чепуха и дребедень вот и она мне реально когда я начал рассказывать что у нас в россии есть эко-кожа сейчас и мы ее покупаем ну мы я в частности да как веган вот она гордыка такая же кожа только вот якобы так в россии это не так я тоже дал ссылки показал у нас достаточно загуглить эко-кожа в россии там или как угодно там подобные слова ввести обувь там все это 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 я и говорил тоже у нас раньше было два понятия в россии ты когда на рынок приходишь сын когда рынки были счете где это человек с 90-х вырос с нулевых да вот раньше когда на рынке приходишь когда все из турции в основном в россии тоже был я был два варианта и его называли дермантином или заменитель кожи то есть словах все уже сказано ну дермантин это народное слово так скажем до слова дерьмо вот заменитель кожи так играли вот вам зам кожи заменитель или вот натуральная пожалуйста покупайте да вот и просто в последние времена буквально как я заметил по крайней мере так как м обувь реально из говна все разваливается на протяжении если одежды верхней всякой штанов полно полный гардероб то обувь все равно частенько приходится покупать всю жизнь потому что ничего не живет да и правда из какого дермантина вот то у нас сейчас появилась понять как эко кожи но это тоже самое просто видимо слово на заменитель всем надоело вот это теперь на рынке как были ну сейчас рынков уже почти нету все позакрывали сейчас эти торговые центры гипермаркеты и плюс там в основном сетевики все но все равно сейчас делится уже на три заменитель все равно еще остался как бы его называют дерматином теперь просто появилось красивое слово эко кожа или искусственная кожа то есть у нас слово эко кожа в россии кто же появился это и по-другому так и называть надо в магазин циангать ноут из искусственной кожи то есть просто эко коротко поэтому называют не искуска как там кожа а эко кожа вот но по крайней мере в россии и вот я там машу не объяснил и я и прямо сбросил ссылки показалось что в россии это потому что прямо у нас все идет лейблами все легко понять разобраться вот это реально подразумевается это не 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 какая-то там натуральная кожа полученная там якобы гуманным или экологичным каким путем нет это просто слово красивая подразумевает искусственную кожу опять то же самое дерматин только по-другому назвали но оставили дерматин у нас просто три ценовых раньше было две категории так скажем вот подешевле подороже да сейчас три просто появился совсем дерьмо дерматин вот эко кожа якобы и вот тебе натуральная кожа вот это я тоже решил вот вспомнил тоже сказать поэтому естественно до разбираться этих вопросах тоже действительно может быть от стран от всего это зависит эти слова бывают одни и те же но в них в разных странах в разных обществах могут разные понятия вкладывать тут главное не перепутать а то бывает мы наезжаем друг на друга ругаемся и бывает просто надо разобраться вопросах такое тоже важно и 2 это искусственный мех тоже по поводу искусственный мех просто хочу сказать ты вот у меня такое было уже вернее своим таким вот наблюдением поделиться в контакте есть у меня одна веганка ну не близко вообще не может тоже я ее может добавил или она как-то я не помню у нее фотография конечно не хочу и не могу показывать это она же там вся красивая такая девушка вот она вообще у нее тоже какая-то шляпа аж прям знаете как вот это с мордой по моему животного там с ушками все с такими там все у нее и у меня когда-то унты были я помню ходил в унтах еще в институте но они из искусственного тоже меха были такой черный как обычные по сути мод модные просто валенки такие были я помню ходил вот ну тогда ты гуляли во дворах много стояли счет молодостью было помню долго это да вот все раньше хоть получше делайся говнище делают все разваливать стадо жили я в этих унтах много отходил потом работал в них как всегда все на стройку идет куда-то там в гараже вот там был тоже это искусственно такой черный они все вернее были просто на ноге было покороче она как-то голени они были чуть ниже колено у меня такие высокие был подлиннее конечно волос это было все но естественно не натуральные это до натурального ты позволит себе есть такой чете было вот это все было искусственно и такие ворса вот но не суть важно кто-то может из натурального понятно все это покупает я к чему и вот у нее тоже там она вунтах в этих каких-то меховых чуть ли там не опояс они короче какая-то вот я не раз когда знаете в к там же есть высвечивается кто онлайн или какие просто друзья и надо она когда высвечивается и видно там все равно глаз может попадает фильм захожу мне хочется есть друзей удалить нужно учет как это мне там кто такая попалась вот потом вижу она веганка у нее в принципе посты есть то есть есть люди вообще себя не позиционирует ничего нет у них посты за там прям по веганскую все-таки за любовь там показаны все эти бойни там ужасы да то есть как бы она вроде не безучастная но ты не такая фотография она у меня вызывает конечно какие эмоции вы сами понимаете уже негативный и блогер один известный тоже не буду называть вот я помню тоже ли я сейчас не могу точно сказать неважно так какими-то отрывками то ли у него стрим был то ли еще что-то он идет с телефона и вот он идет у него тоже воротник меховой зима и он как будто специально да что лед это делает и он говорит что он долго ведет ведет видимо вопрос то сыпется и естественно им а он такой да ладно чего типа не не заморачивайтесь типа это у меня искусственный мех и вот эти два случая что по поводу не хочу сказать да в принципе если это действительно искусственные вещи да я-то сам получается покупаю там вещи из искусственной кожи и к не буду больше говорить неправильно немножко действительно не соответствует у нас все так игры у нас магазины мог т.к. и кого называться питание вот именно кстати тоже именно потому что там короче все путаницы такие искусственной кожи да то есть я как бы тоже покупают уж другого вообще нет у нас обувь в принципе она не бывает тряпочной но только летние да вот какая-то уже осенняя дождь это естественно все что такое грубое вот это же материалы действительно искусстве они не из животного там никакого отношения вообще к этому не имеет да вот но действительно как-то вот эти вещи не за может у меня так может вы скажете по-другому но у меня и на других как-то это не вызывает каких-то эмоции вот это вот до вещи все что действительно там к чё не возьми ты у человека не отличишь что у него по крайней что связано как бы с кожей да вот а вот мех и он сразу в глаза бросается и я вот по поводу поэтому меха я вот честно даже вот искусственный мех я не понимаю зачем веганы носят вот что тот блогер причем полные ли тоже это сказал или еще что что-то как бы недавно там себе пуховик купил думаю слушай но если ты ладно там еще какой-нибудь старый был бы да и ты его все носишь те там жалко но если ты уже новую покупал и будучи веганом но зачем это все или что той веганки у нее конечно может какая-то знаете мысль из такая глубокая что она сама это животное вот как бы это фото да настолько на веганка что себя сыры животными что сама хочет быть этой лисичкой у любого труппажора если ты будешь проповедовать за веганство в частности ты же вот как я стараюсь когда говорю о веганстве кратенько обо всем сказать что это и не употребление трупов животных этой против вот именно меховых всех этих вещей это и против эксплуатации цирки зоопарки этой медицинские опыты то есть хоть человеку по бы по быстренькому все это успеть сказать чтобы понять что такое веган да то есть это всеобщая любовь к животным и естественно отрицание любого проявления зла к животным насилия или убийства эксплуатации вот и как ты это будешь делать когда вот здесь вот просто тот тоже вот его стрим был показательный я же сам за собой смотрю это меня тоже самыми эмоции такие же вызвало и вопрос бы им точно так уже написал но кто-то там другой чем они мупом сыпались эти вопросы а зачем все это вот делать как ты будешь зачем ты покупаешь но завтра будет акция тебя позовут или ты сам захочешь вдруг организовать против меха но тебе придется что-то другое одевать хорошо но понятно у нас есть не одна вещь ты там счет наденешь но это у тебя есть но ты завтра после этой акции в кафе будешь встречаться с этими же веганами или там еще с кем ты придешь уже в этом пуховике где у тебя там на капюшоне этот мех ну как это будет выглядеть то каждому объяснять что это искусственный да как таковой получается да не греха на человеке нету на вегане в частности то что он такой искусственный самая продукция получается норма имеет она по идее имеет место быть вот как вид как творчество проявления но но мы-то сейчас в мире живем вот это получается просто соблазн и просто несостыковка особенно прям представляете картину ты прямо человеку вот как вот сейчас бы сидел в меховом там в этом одеянии тут показываю с трупом картинку и сам сижу в шубе это как-то просто совсем не стыкуется я вот этого вот не понимаю просто да поэтому какой смысл даже если ты знаешь что это этично искусственный это будет прямо вызывать я поэтому это знаете в принципе получается ко всему относится то же самое вот с этими гамбургерами да на мясной там все это все вся вот это вот когда веганы зачем-то пытаются все эти вкусы повторить и запахи ми мясные да не знаю я говорил даже 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 для турпажоров когда это делается вот именно как-то тогда им проповедовать будешь а зачем вообще делать наоборот над показать что смотри это не воняет и не пахнет и не и на вкус не так же но это же вкусно и все то же самое потому что получается все то же самое ну конечно вы скажете блин короче все это веганство это любви и это все будет просто камнем преткновения вот и все это будет просто это просто будет у человека когнитивный как я говорю выражаясь современным языком да все это слышит выражение когнитивный диссонанс то есть не будет несостыковка по-простому да ты ему тут заливаешь сам сидишь в этом мехе у нас тогда с такой табличка сидеть искусственный мех или что как это вот выглядит не знаю я мне это непонятно будем когда все в небесном царстве ну хорошо там все будет понятно когда это вообще не будет когда ассоциации все пройдут но сейчас в этом мире вот это вот все не знаю зачем это все не понимаю я этого с одной стороны я говорю предъявить как бы даже такому вегану как бы и нечего кроме получается просто дури и какой-то тени толкать знаете когда у тебя там чем сломалась на велосипеде твой педаль круче не едешь вот это то же самое особенности проповедник да или вот я это девушка у них есть что-то на странице она как бы тоже там пытается то есть она себя многие даже вообще никак не оппозиционирует она оппозиционирует себя с веганством там посты какие-то выкладывать ну зачем неужели у тебя нет любой другой нормальной фотки зачем все это надо я понимаю что это может быть у нее искусственная какая-то шапка там беру хотя напомню вплоть до животного знаете с лисьей мордочкой из чего он там сделано где она это все взяла не знаю понятно все можно делать может она в кукольном работает может там детей но все это настолько реалистично то есть там качественные вещи видно вот не знаю вот я вот я вот ролик в принципе по большей части ради этого-то хотел я так-то про меховую индустрию надо просто посмотреть видео и все станет понятно вообще стоит лет это опять знаете по поводу теперь последний хочу сказать по поводу детей когда там тоже начинают за воспитание детьми детей веганами да вот как слушайте подумайте о том что а то и о самом светлым о чем мы должны детям детей воспитывать в любви к животным где-то любовь то я говорю у нас лицемерие одно многолечие мы им там показываем хрюшку степашку сказки читаем мультики где животные живые даже разговаривают бегают и тут же меры на тарелки это же животное подаем тут же им все это покупаем сами в этом ходе давал да вам вам когда дети вырастут нормальными если да а если даже не нормальными потому что он нормальный пока это когда не все равно скажет во концовке спасибо я бы сказал и наоборот сказал своим родителям что и я вам предъявляю за то что вы меня вот не вырастили в свете и любви убитые животные потраченные деньги время твое на сети шубы рад чего ради творения зла это настолько все отвратительно ужасно животных надо любить потому что это естественно наша природа так вот поэтому уже выключил ролик вот еще забыл сказать как всегда найдутся но это те на самом деле люди которые просто оправдание себе еще по поводу опять этих там древние люди да как им было согласно греться на севере все это чепуха это все опять знаете люди смотрят на конечные последствия не вдумываясь в начале причин особенно если люди это религиозно исповедуют там библию или еще что-то такое да тору там еврейскую да и даже коран мусульманский то мир был изначально создан светлым веганским и теплым до без зной и холода никакого меха носить не надо было животных ради меха убивать не надо было шкуры сдирать даже после потопа когда все это скажем природа там якобы поменялась как это говорят она не поменялась настолько что у нас зима круглый год везде до человек изначально создан в тепле и солнце и не было необходимости когда говорят ой вот там чукчи чем там делать в якутии на севере на аляске какого хрена хоть сказать туда поперся вообще человек ему что в африке не жилось до в египте зачем человек поперся покорять природу вот именно он поперся стал убивать животных прет туда где ничего не растет не растительная пища он сам себя в ад загоняет от своей тьмы он сам идет туда куда идти вообще не надо зачем ты идешь туда где ничего не растет где нужно отопление чтобы дома жить сам себя в рабство загонять где надо животных якобы меха там убивать это все бог никогда не ставит человека в неразрешимую ситуацию между творением добра и зла все эти сказки что то мой но это сейчас есть там пуховики синтепоны а раньше ничего не было все было раньше все было раньше просто вся истина и добро всегда дьяволом скрывается и вон князь мира сего лжеца отец лжи все было бог никогда не ставит человека в разрешимую ситуацию перед выбором между добром и злом вот и все это все отмазы а как сейчас кому там жить пусть валит значит с этого севера там делать нечего пусть на море переезжают все это чепуха все оправдания отмазки которые мы себе прилепливаем якобы мы вот творим зло вынуждено это все оправдание иисуса таких людях правильно сказал вы обманетесь в свое время и потеряете даже то о чем фантазируете себе что вы имеете вот и все любой человек может и должен стать святым на этой земле стать любовью стать добром им творить зла это единственное условие вхождения в небесное царство любви где бог есть любовь и все вокруг друг друга любит измениться человек должен здесь на этой земле делай что хочешь землю жри но изменись так что вот так вот поэтому по поводу всех этих древних отмазов да ну в серии это там просто я чуть не помню чтобы такой отдельный был ролик а я уж специально видите решил еще до записать уж в этом ролике не взять там называть не веган потому что как я там серию выпускал вот что все эти отмазы опять якобы кто-то но они будут в аду чего вы на них смотрите они тут убивают но не вынуждены ну тогда я буду ну будьте вместе с ними это всегда тут все понятная цепочка да ты что думаешь ты будешь в раю то потому что кругом грешников много что ли а почему ты тогда ты будешь с ними все правильно да вот они так они каждый каждый человек делает свой выбор каждый человек и уж тем более опять эти отмазы ты сам ты сможешь все вот это вот сделать содрать шкуру живьем с животного ради этого меха нет ты за это платишь опять опять все то же самое значит с этого севера сам бы побежал тебя когда папа твой допустим идиот с мамой такого вы начали учить воспитывать тебя вот надо вот это делать мы тут на севере не выживаем ты бы взял чемоданчик до или узелок наперевес и свалил бы с этого севера туда где не надо шкуры животных сдирать где можно до водных пальмовых листьях ходить круглый год и не париться вот и все это тоже очень важно все понимать конечно те кто ищите отмазан им хоть колом на лбу чеши да но об этом сказать надо было я сказал у человека всегда есть выбор всегда сдохни но никого не убей вот вам выход выход есть всегда это жизнь временная иисус пряди сказал кто возлюбит эту жизнь вот со всем этим дерьмом до между жизнью вечной святой и добрый ну тот потеряет все что мечтает даже себе что он имеет это очень важно так что вот так вот выбор всегда есть сдохни но стань святым на такой радостной ноте и закончим все мои ролики по веганству на моем канале кристалю про путевопищу в пустыне вегана собраны в плейлисте веган во христе или постоянство в любви а все ролики не моего авторского контента как раз вот в этом плейлисте веган по сердцу все найдете на канале вот там кстати есть и про меховую индустрии про меховую помощь что там и в земляне по моему есть самый основной который я считаю фильм сейчас конечно уже есть и и еще куча всякой этой информации вот и домене он можете посмотреть да все короче все в этих плейлистах есть веган по сердцу найдете так что все это посмотрите изучите кто грешил и творил зло и был на стороне тьмы покайтесь станьте светом любовью станьте богами лайкайте ролики делитесь ими в соцсетях обязательно всеми этими делитесь жестким каста контентом обязательно люди должны видеть к чему это приходит к чему это все приводит и как все это получается это очень важно не забывайте об игру есть только у вас какая-то психологическая прям невыносимость этого даже вот картинок я могу до видео тоже смотреть не могу но я делюсь точно так же это самое важное что как раз надо ну и вот такими видите более спокойными тоже всякими на короче светите распространяйте это очень важно это единственное чем вы в жизни не пожалеете не в реальной не в конце ее не будущем веке проявляйте жертвенную любовь к миру зла грешникам да вы будете за это конечно страдать непонимаемы будете гонимы но это очень важно если вы любите как вы говорите в том числе грешников тут я на ли больше к христианам обращаясь к так называемым тогда вы должны им это доносить любите животных том числе да как вы говорите тогда мы должны их защищать все это распространять об этом говорить несмотря ни на что и на все какие-то страдания у меня на этом все я с вами прощаюсь до встречи в следующих видео у